Эффективность охот деятельности повысят в Приморье. Планы по улучшению работы в данной сфере глава региона обсудил на выездном совещании. В первую очередь Лек Кожемяка призвал не допустить повторения ситуации прошлой зимы, когда из-за аномального снега и неготовности охотхозяйств возникла реальная угроза диким животным. Отсутствие техники, отсутствие кормовых площадок, отсутствие инспекторов, той работы, которая позволяла бы сохранить популяцию этих копытных животных, привело к тому, что мы вынуждены были такими экстренными мерами, через принятие чрезвычайных положений, проводить эти работы, организовывать доставку кормов, определять те хозяйства, которые смогут это предоставить с тем, чтобы действительно как-то выровнять ситуацию. Прошлый год помог выявить не только проблемы, но и пути их решения. Прежде всего, это формирование кормовой базы для животных, охрана, надзор за деятельностью охотхозяйств. Те положения, которые в целом касаются развития охотничьего хозяйства, тех каких-то пунктов, для нас они могут быть несовершенными. Мы должны быть законодателями и, скажем, инициаторами тех поправок закона, тех нормативных актов, которые позволят прежде всего нам удержать популяцию амурского тигла, она приостает количество копытных животных, которые должны быть для того, чтобы обеспечить кормовую базу. Говоря о подготовке к зиме, первый замминистра лесного хозяйства и охраны животного мира Приморья Алексей Суровый сообщил, что в крае создано более 1600 подкормочных площадок, заготовлено почти 5000 тонн кормов, в распоряжении специалистов около 800 единиц техники. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.